Если Земля – это плоскость, почему тогда линия горизонта поднимается? И второе, если Земля – шар, будет ли происходить с горизонтом то же самое? Видите, как вода на этой фотографии поднимается на уровень глаз? А на следующей фотографии та часть воды, которая находится за спиной этого человека, ближе к берегу, находится ниже его пояса. Так что же здесь происходит? Фактом является то, что параллельные линии визуально сближаются с ростом расстоянии. Верхние и нижние боковые линии этого коридора сходятся в точку. Но лучшим примером явления конвергенции является железная дорога. Рельсы параллельны, но визуально они сходятся в точку на горизонте. Вот еще картинка – две ЖД-полосы в вид сверху. Разница только в том, что у нижней ЖД-полосы на картинке одна из рельсовых полос уходит вправо. Желтые линии – это наши визуальные рельсы. Не те, которые в реальном мире, а именно то, как мы их видим. Они сходятся в точке, которая находится на уровне глаз наблюдателя, представленного синим треугольником. Красными же линиями обозначим угол обзора и с ростом расстояния угол обзора параллельных линий ЖД-полотна становится меньше. На нижней ЖД-дороге, где одна из линий ушла в сторону, верхняя линия сходится в точке на уровне глаз наблюдателя. Но полотно, ушедшее в сторону, приводит к тому, что угол обзора не уменьшается. Угол обзора, который сформирован верхним полотном, стремится к уменьшению. Но угол, сформированный полотном, ушедшим в сторону, достигнет предела. И затем с ростом расстояния будет визуально хоть и уменьшаться, если угол ухода в сторону этой рельсы не велик, но они никогда не сойдутся в точке. Потому что угол нашего обзора устремится по касательной, за этой кривой линии полотна. Окей. А теперь представим, что мы смотрим не сверху, а сбоку. Верхняя полоска – это небо. А уходящее вниз – это поверхность геоида, сфероида, шароида, как только Землю не называют ученые люди. То есть мы помним, что сходящиеся с ростом расстояния линии – это параллельные линии. Поверхности Земли и неба визуально сливаются в линии, которые мы называем горизонт. То есть поверхность Земли параллельно небу. В следующий раз, когда ты увидишь поверхность Земли или воды на уровне своих глаз, ты будешь знать, почему так происходит. Параллельные линии, плоскости сливаются в точку или линию. Горизонт – это оптический эффект и не имеет ничего общего с физическим окружением. Крикалёву, Шепарду и Юрию Гитценко предстояло впервые открыть люк МКС. В левом верхнем углу вы можете увидеть параметры расстояния до Солнца-Луны и диаметра Земли Солнца-Луны в милях. Всё соответствует официальным данным. Здесь никакой альтернативщины. Красными буквами показана высота подъема над поверхностью – азимут и питч или наклон камеры. Он выставлен в ноль и не меняется, как вы видите. Горизонтальная линия – это мнимый горизонт камеры. Как мы видим, при шарообразной модели срослой высоты горизонт не формируется, согласно правилам перспективы. Потому что глаз или камера способны собрать горизонт на уровень глаз, только если пространство внизу, в нашем случае это поверхность Земли, может быть поднято визуально, не физически, а именно визуально на уровень глаз и соединиться с пространством вверху – неба или пространство космоса. Но визуально глаз не может построить такую модель, ввиду физического отсутствия этого пространства в нижней части. Поверхность шара уходит от нас с ростом высоты. Уходит от нас вниз. Наверняка вы видели видео и фото типа этого. Человек делает снимки здания на противоположном берегу и с ростом расстояния здание все больше и больше уходит в кавычках под воду. Значит ли это, что между челом и зданием, которое он наблюдает, надувается водяное пузо? Но у меня тогда сразу вопрос. Если бы это так и было, не устремилась ли бы вода к берегам, следуя своей естественной природе, а именно, равномерно занимать предоставленный ей объем? И второе, есть ли другой способ объяснить это явление? Или же мы, зная о свойствах жидкости, все равно будем утверждать об умении воды принимать разнообразные устойчивые поверхностные формы, вдобавок к той, что мы называем водяной уровень? Да, современная наука утверждает, что вода плавненько обволакивает поверхность шара благодаря гравитации. То есть половина этого отеля скрыта по причине того, что мы, живя на шаре и, следовательно, всегда находясь на его вершине, глядя по сторонам, видим, как объекты, удаляясь, постепенно тонут в линии горизонта, следуя нисходящей траектории. Ведь, живя на глобусе, мы знаем, что благодаря гравитации понятия низ нет. Мы всегда находимся в аппетсе, то есть в верхней точке шара. Вы наверняка помните эти кадры, когда ведущий прогноза погоды, увидев фотографию, сделанную на берегу озера Мичиган, на которой виден город Чикаго, расположенный на противоположном берегу, примерно за 90 километров, и то, как он ее прокомментировал. Но через год этот же ведущий, получивший кучу твитов и имейлов от людей, которые писали, что это не мираж, он решил обратиться за помощью к специалисту. Испец ему объяснил, что нормально вы не можете видеть город, из-за изгиба поверхности земли. Но то, что вам все-таки позволяет видеть Чикаго, так это атмосферное линзирование, а точнее вода в атмосфере, которая работает как линза. Именно это явление заставляет свет изгибаться, следуя изгибу земной поверхности. Мы тоже в состоянии провести такой эксперимент. Для чего нам нужна фотография Чикаго, линза и немного скотча? Ставим фото на ровный стол, крепим линзу, отходим на 90 км и вуаля! Здания чуть менее чем наполовину скрылись за изгибом стола? Или все-таки линза виновна в том, как мы воспринимаем эти здания? Приблизимся и здания снова видны. Еще один простой эксперимент с линзой. На ковре я расположил здание, в кавычках. И опять, низ здания пропадает из виду. Благодаря чему? Правильно, благодаря изгибу моего покрывала. Шутка. А вот вам пару реальных примеров того, как то, что поначалу можно трактовать как «О, я не вижу ту нефтяную платформу, потому что земля круглая, и она не видна ввиду искривления», вдруг чудесным образом становится видимой, при том настолько отчетливо, что никаких других трактовок, кроме атмосферных условий, у нас в голове не возникает. В этот момент изгиб поверхности земли куда-то пропадает. О, ты и автомобиля! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 горизонта по вертикальной оси, то есть то, что я показывал в одном из роликов о роли атмосферы, оследуя нисходящие траектории сфероидного тела. На определенном этапе нижняя часть скрыта, отражающая поверхностью, а верхняя часть начинает отражаться от этой поверхности. Что в точности повторяет то, что мы видим на берегу, когда садится Солнце. Нижняя часть Солнца сначала отражается от поверхности, а затем полностью этой миражирующей поверхностью и поглощается. Так же, как и этот велосипедист, хотя он на плоской поверхности. И как только я подниму камеру, этот спортсмен снова чудесным образом появится. И этот дополнительный подъем позволяет нам таким же образом увидеть заход Солнца дважды. Нам нет необходимости подъемом наблюдателя компенсировать поворот планеты и тем самым заглядывать за изгиб сферы. Благодаря подъему, вы немного увеличиваете угол обзора. И блокирующая объекты линия горизонта отодвигается пропорционально высоте подъема. Посмотрите видео восхода Солнца с воздушных шаров. Тот же блокирующий горизонт, только отодвинутый намного дальше и угол приближения Солнца не такой уж крутой, как наблюдая закат с поверхности Земли. И еще. Горизонт это реальная преграда и аппаратное усиление нашего зрения помогает лишь до определенной точки. Вот еще одна ситуация. Притом признаю, довод довольно резонный. Если вы почиваете на лаврах перспективы, то как же Солнце, отдаляясь, двигаясь параллельно с Землей, не уменьшается, что должно происходить в принципе. И вот вам иллюстрация. Светящиеся шары это мячики от пинг-понга с подсветкой, как маленькие солнышки. И здесь эти солнышки подчиняются закону перспективы. А в реале нет. Солнце, снятое на камеру с фильтром, остается одного размера. И это правда. Частично эту проблему я объясню сейчас, а закончу объяснять в одном из следующих роликов. О том, почему на плоской Земле не получаются правильные углы восприятия Солнца с разных частей Земли. Уходящий от нас поезд, он уже находится на уровне глаз, на оси Z. И все, что мы наблюдаем, это уменьшение объекта соответственно этой оси Z. Никаких вертикальных движений объект не производит. Но с Солнцем все по-другому. Хотя Солнце и движется параллельно поверхности, но оно находится на вертикальной оси Y и уже визуально испытывает уменьшение. И когда оно удаляется от наблюдателя, оно движется по горизонтальной плоскости относительно своего движения. Но относительно наблюдателя на Земле, оно будет двигаться вертикально вниз, следуя линиям схождения. Поместите пояс вместо Солнца, и мы увидим ту же картину. Он опускается за горизонт примерно в том же размере, в котором вы его увидите в небе. Есть еще пример с воздушным змеем. Будучи на максимальной высоте в километр, он уменьшится относительно своих истинных размеров, ибо будет отдален от вас, и если он начнет падать, не приближаясь к вам, он окажется на том же расстоянии от вас, один километр, и визуальный размер змея не изменится. Вот вам еще эксперимент. Те же шарики. Закон перспективы прекрасно работает на оси Z, то есть объекты расположены параллельно взгляду, как у дядечки со светящимися шариками. Но! Солнце не находится на оси Z наблюдателя. Оно находится выше. И как только мы поднимем камеру, считайте, мы подняли шары, то они почти сравниваются в размерах. И уже эта разительная разница в размерах не видна. Вы можете сказать, а если дальний шарик отодвинуть дальше, как это делает Солнце, уходя дальше по своему пути, который параллелен поверхности? Ведь он станет меньше. Верно. Так и будет в стерильных условиях. Но если мы вспомним, что произошло с велосипедистом на дистанции всего 650 метров, а также вспомним эксперимент с линзами, когда объект за линзой не воспринимается отдаляющимся и уменьшающимся, а визуально садится, при этом не меняясь в размерах. К тому же мы помним, что Солнце, согласно ТПЗ, объект довольно маленький. Будем считать около 70 километров в диаметре. Вы скажете, байда. Атмосфера не может отыграть такую огромную роль. А вот доцент Астрономического института МГУ Владимир Сурдин считает, что играет. Вообще-то надо сказать природе спасибо за то, какая у нас атмосфера. Она все-таки прозрачная. Мы хоть что-то видим через нее в космосе. Но надо не забывать, что над нами слой воздуха толщиной 100 километров. И если бы мы его сжали по вертикали до плотности воды, то над нами был бы 10-метровый слой воды. Вот кто нырял на глубину 10 метров и пытался смотреть наверх, знает, что сквозь воду, сквозь 10-метровый слой воды почти ничего не видно. Сквозь наш воздух мы хоть что-то видим, но не бесконечно хорошо. И, кстати, это ответ тем, кто считает, что можно в телескоп увидеть загоревшие ягодицы прекрасных дев на пляжах Майами. В горизонтальной плоскости вам придется смотреть не сквозь 10 метров воды, а сквозь 1000 метров, ибо чем ниже, тем плотнее водянистая атмосфера. Окей. А эта часть ролика – ответ пилота со светящимися шариками. Плоскоземелье, который якобы утверждал в комментах к одному из его роликов, что можно не увидеть основание стены, опустившись на уровне пола уже буквально через несколько десятков сантиметров. И чел решил, так сказать, наказать плоскозема, продемонстрировав объекты с расстояния в 35 метров в ангаре с абсолютно ровным полом. Камера айфона будет расположена на уровне одного сантиметра повеякесты. Я решила сделать это чуть позже и сделать еще более глубокую тестировку в большом хране, которая имеет достаточно плотного уровня, и, используя объекты более чем 30 млрд, я мог бы еще раз видеть их с точки зрения, и я мог бы еще раз видеть их как близко к земле. И я также сделала видео о этих объектах, и я использовал этот маленький торч, который лежит более чем 1 см, и я использовал этот iPhone, Ориентированно, так что с лензом было как близко к земле, 35 метров, и это примерно 35 метров. И я мог бы видеть объекты, и светлые и светлые, через эту поверхность. В моем видео я сказал, что это 1 сантиметр, но это примерно 1.2 сантиметра. Так что, если вы хотите посмотреть на мой канал, то не скажите аккуратные информации, не скажите львы. So there's no reflections. Let's walk out to 30 metres and then put the camera on the ground and see if it disappears. Now this is a hangar floor which is perfectly flat. So I'm now about 35 metres, and let's just drop that lens all the way to the ground. И как мы видим, у него это почти получилось. Почти. Свет фонарика за 35 метров мы по-прежнему видим. А вот щель под дверью, которая четко была видна с высоты его роста. С высоты в один сантиметр уже не видна. Кстати, он этот ролик удалил со своего канала. Этот ролик я нашел на канале Плоскозема, который приготовил его в качестве подтверждения работы законов перспективы, даже на таких малых расстояниях. Пилот в комментариях попросил удалить его этот ролик, но Плоскозем остался непреклонным, что и позволило нам сейчас его увидеть. Окей, если вы спросите меня, верю ли я вообще в то, что говорю с своими роликами. Мой ответ – да. И еще раз да. И буду считать Землю терро-инкогнито до тех пор, пока не увижу результаты будничной работы якобы тысяч спутников, а именно фото и видео из вращающейся планеты, а не изображений. Изображение – это не фото. Всем удачи! Этот ролик продолжает тему взаимоотношений Солнца и электромагнетизма. Она, возможно, не нова для некоторых, но уверен, для многих станет связующим звеном и дополнением к недавним роликам о роли электромагнетизма в решении проблемы, связанной с восприятием Солнца в модели плоской Земли. Соотношение инертных или благородных газов, как их еще называют, в атмосфере, таково. Азот составляет 78%, 21% кислород и 1% инертные газы. Возможно, вы чаще слышали о неоне, но по факту все благородные газы будут светиться, будучи подверженными взаимодействию электронов. Я пришел к заключению, что дневной и солнечный свет – это не одно и то же. Солнечный – это желто-белый свет, который мы видим, глядя на Солнце. Это направленный свет. Второй тип освещения – это дневной или рассеянный тип освещения, ограниченный пространственно, имеющий различные цветовые оттенки. Над озоновым слоем – это около 30 км. Инертные газы распределяются, соответственно, своим атомарным массам – гелий, неон и аргон. Фотон – рассеянный свет, который вы видите сейчас, исходит из свечения этих газов, которые пребывают в спокойствии и холоде. Электромагнитное поле, возбуждаемое проходящим поблизости Солнцем, заставляет испускать фотоны, то есть свет. Изменив напряжение, температуру давления или окружение этих газов, вы получаете изменения в цвете и интенсивности рассеянного света. Электричество и аргон Аргон и неон – это три, третий и пятый, соответственно, наиболее распространенные элементы в составе атмосферы. Аргона больше, чем неона, а неона больше, чем озона, метана и оксида углерода вместе взятых. Все цвета, которые вы сейчас видите, можно получить при помощи одного неона. Тень здесь – это область конвергенции и схождения электромагнитных линий, граница дневного света. Я также сомневаюсь, что дневной свет является собой идеальную окружность, двигающаяся за Солнцем, а принимает форму электрического и магнитного поля или полей, в котором свет распространяется. Обратите внимание, как Солнце растворяется в линии горизонта, а не уходит под него. То есть мы уже говорили, что угол восхода-захода Солнца сильно зависит от высоты над поверхностью и атмосферными условиями. Чем вы ниже и выше влажность, тем круче угол подъема Солнца и наоборот. Инертные газы и электрический ток прекрасно объясняют цвет, слои, область и характер распространения света, его локальность. Небольшой изгиб, который вы сейчас наблюдаете, вызван светом, а не изгибом земной поверхности. Да-да, я именно так и сказал. Гнется свет, а не поверхность. Свет изгибается благодаря линиям поля. Еще одно свойство ионизированного газа в магнитном поле. Поле проходящего Солнца меняет форму поля Земли. Магнитное поле также усиливает светимость, когда взаимодействует с ионизированным полем. Свет прозрачен, но когда вы концентрируете и усиливаете разряд фотонов, свет становится плотным и непрозрачным. Зажигаем свет катушкой Теслы. Обратите внимание на цвет, особенно неоны. Первая и вторая колбы – это гелий и неон соответственно. Поместив в электромагнитное поле, излучают стабильно небесно-голубой цвет. Неон также излучает фотоны красного и желтого цвета. Небо воспринимается голубым, потому что оно и есть голубого цвета. Фотоны, в другой интерпретации, это волны определенной частоты, которые наш воспринимающий аппарат интерпретирует как голубой цвет. Гелий, неон, аргон, криптон и ксенон – инертные газы, которые составляют всего 1% от всего объема газа в атмосфере. Солнце, взаимодействуя с электромагнитным полем Земли, заставляет инертные газы в нем излучать свет. Это также может быть причиной молнии и северных сияний, но я оставлю это для следующего видео. Цвет солнечного захода и восхода, а также дневного света от неона. Небесно-голубой, желтые, красные оттенки. Вспомните про светящийся неон, когда в следующий раз солнце будет заходить у вас на глазах. Давно хотел найти такую фотографию. Я оставлю ссылку на профиль этого фотографа на фликре. На одну из таких фотографий мы проведем расчеты. Примем во внимание плоские и шарообразные аргументы. Учтем рефракцию света и все-все, что нужно для того, чтобы у нас сформировалось комфортное чувство от осознания себя частью рандомной вселенной черных дыр и случайных обстоятельств или же мира сначала умно спроектированного, а затем согласно смете и проектной документации созданного и, если необходимо, обслуженного. Но сначала вот это фото с двумя прекрасными башнями, вершина которых в аккурат касается линий горизонта. Так вот, согласно уставу Шаровера, горизонт на земле шаре формируется точно таким же способом, как и на плоскости. Я беру пока во внимание доступные обычному человеку высоты. Вот, например, как здесь. В двух этих мирах на таких высотах, с которых осуществляется наблюдение, картина будет одна и та же. Но объяснения этой картины, которые приводят адепты двух миров, разнятся. Я хочу, чтобы логика одних и других была максимально понятна, хотя живали мы это уже не один раз. Окей. Мастера по обе стороны баррикады одинаково интерпретируют то, что они видят до линий горизонта. Идеологические разногласия начинаются за пределами линий горизонта, ибо ни те, ни другие не видят непосредственно, что и как происходит. Вернее, мы все видим, так сказать, погружение объекта. Если это статический объект, типа здания, элементы ландшафта, то мы их не видим полностью, от фундамента до крыши, мы видим их верхнюю часть, в большей или меньшей степени. Иногда знаем, что объект существует, но мы его не видим вовсе. Если же объект динамический, типа лодки, корабля и так далее, мы видим его постепенное погружение. Сначала горизонт съедает низ корабля, потом палубу, а после и палубная надстройка поглощается линией горизонта. И вот здесь начинается холивар. Депутаты отправящей партии утверждают, что объекты удаляются за горизонт, внимание, плавно следуя изгибу земной поверхности, ну или водной поверхности. Водная, как и любая другая поверхность, искривляется равномерно, и любая точка на Земле равноудалена от гравитационного центра, чем является, согласно гипотезе, земное вращающееся металлическое ядро. Чем является гравитация, научное крыло правящей партии пока не выяснило. Но вот константу вывести смогли. Гравитационную постоянно. Вы не подумайте, что это сарказм, нет. Не обязательно знать, что такое электричество. Важнее, что лампа светит и аккумулятор исправно крутит стартер. Являясь гуру перспективы, как меня недавно стал увеличать один страстный боец за идею и разоблачитель плоскоземельной ереси, попытаюсь еще раз на примере этой фотографии объяснить, а на примере следующей вывести простую формулу счастья. Привести в соответствии тригонометрию к нашим двум реальностям. Итак, судя по фотографии, мы находимся на высоте 30-40 этажного здания. Здесь есть зумированные фото и без зума. Вы можете прекрасно все рассмотреть. Мы на возвышении. Если на каждый этаж отводят по 3 метра при строительстве, то примерно 120 метров над уровнем моря. Цифры нам здесь не очень важны. Важно понять принцип матрицы восприятия перспективы. Итак, перед нашим взглядом две плоскости. Одна – нисходящая к морю, на которой расположен город. Вторая плоскость – это само море. Эта плоскость визуально поднимается. И поднимается она до тех пор, пока не достигнет уровня наших глаз. Итак, вопрос. Почему на шаре? Ведь где бы мы ни оказались, мы всегда находимся на вершине шара. Так вот, каким образом возможно вторая восходящая плоскость на шаре? Ведь по идее на шаре мы всегда должны иметь перед глазами уходящую вниз плоскость. Ответ. Да, правильно. Но! Размеры шара Земли настолько велики, что с высоты даже 120 метров первые километры, а то и десятки километров, кажутся плоскостью. И именно поэтому мы имеем даже на шаре не вечно нисходящую плоскость, а вполне себе классический горизонт. Но почему на уровне глаз? Потому что глаза человека имеют одну фокальную плоскость по горизонтали. Одну. Не две и не три. Потому что оба глаза находятся на одной линии – горизонтальной. Если вы расслабите глаза, то можете добиться расфокусировки. И каждый ваш глаз будет видеть отдельно. У вас начнет двоиться, и вы добьетесь вертикальной расфокусировки. Но достигнуть горизонтальной расфокусировки у вас не получится. Если бы у нас оба глаза были на одной вертикальной линии, скажем на линии носа, то мы собирали бы вертизонт, а не горизонт. Но так как мир этот спроектирован горизонтально ориентированным, то и видим мы его соответственно. Короче, горизонт – это визуально интерпретируемая линия смыкания двух плоскостей. Хотел сказать параллельных плоскостей, но пока рано. Ибо эта наша картинка не предоставляет достаточной информации ввиду небольших расстояний, чтобы говорить в пользу одной из моделей. Так что же происходит с модельками за линией горизонта? Уходят ли они плавно, следуя бесконечному изгибу или… Предлагаю вам мысленный эксперимент. Представьте человека напротив вас, на таком же расстоянии от горизонта, на таком же ландшафте, что и вы, с такими же башнями. Вот скажите, увидит ли он ваши башни, а вы его башни за горизонтом? Посмотрите на этот рисунок. Это наша матрица восприятия. Просто два лагеря тартуют ее по-разному. Альтернативщики исходят из предпосылки, что вода не гнется. И этот подъем воды перед нашими глазами вызван единственно только особенностями нашего восприятия, о которых я сказал только что. За пределами линии горизонта объекты спускаются так же постепенно, как и на наших глазах они постепенно поднимаются к горизонту, глядя с этой стороны. И этот подъем и спуск за линию горизонта чисто визуален, а не фактичен. Мы, спустившись с возвышения, с которого осуществляется наблюдение, плывем от берега к горизонту по горизонтальной относительно наблюдателя плоскости. Но выглядит это так, словно мы поднимаемся, не правда ли? Если же объект начнет двигаться в вашу сторону, с моря, будет казаться, что он спускается к берегу с верхней точки, который для вас наверху – это горизонт. Вам будет казаться, что человек, находясь на линии горизонта, будет воспринимать башни, как и вы, то есть его глаза будут находиться на уровне последних этажей башни. На самом деле, башня будет возвышаться на 120 метров над ним. Уровень моря-океана – это нулевая точка. А официалы трактуют это так. Подъем к горизонту визуален, так как обусловлен законом перспективы. Но линия горизонта никогда не находится на линии глаз наблюдателя. И в доказательства приводят фото теодолитов, где при любых расстояниях, будь то в 1 км или же 40 км, горизонт всегда ниже расчетного. Всегда. Итак, обобщаем. Альтернатива использует такую матрицу для трактовки, почему не видно нижней части объектов на расстоянии. Из-за уменьшающихся угловых размеров с ростом расстояния, если же у вас есть оптика, объекты можно вернуть в поле зрения, но не бесконечно. Во-первых, потому что на определенном этапе объект пересечет объективную линию горизонта и начнет спуск за горизонт. Но этот спуск будет не реальным, а визуальным. Мы только что это обсудили. Во-вторых, над водными поверхностями, где часто линия водного горизонта словно вздыблена и закрывает объект раньше, чем это следовало бы, исходя из расчетов, это обусловлено факторами температуры и влажности над поверхностью. Неплохим примером такого явления являются вот эти видео. На земле это менее выражено, за исключением проблем, которые доставляют перегретые поверхности, где, соответственно, сильное миражирование. Но на земле зачастую рельеф местности не позволяет делать наблюдение с поверхности. Приходится подниматься выше. 3. Линия горизонта хоть и визуально обусловленная линия, но эта линия сформирована из вполне материальных субстанций. Поэтому все, что попало за горизонт, то пропало визуально. 4. Подъем позволяет нам видеть не за изгиб, а позволяет отодвинуть линию горизонта, за который ушел объект. 5. С ростом высоты линия горизонта должна опускаться, потому что нижняя плоскость неизбежно должна уходить вниз, следуя профилю шарообразного тела. 6. Каждый человек воспринимает окружающий мир, словно находясь внутри сферы. 5-6 км – это граница пузыря восприятия. И с ростом высоты сфера восприятия расширяется, пропорционально подъему. Что любители шаров приводят в качестве оправдания невозможных с точки зрения шаровой или шаровой реальности наблюдаемых объектов? Пример, знакомые нам небоскребы Чикаго, которые видны за 90 км. Они говорят – рефракция. Что такое рефракция света, я покажу вам на простом примере. Будет понятно и профессору, и школьнику. 6. Монета, скрытая верхней гранью кружки – это условно наш горизонт. Мы не видим монету при обычных условиях, как и небоскребы Чикаго. Но когда мы добавляем среду с другим индексом преломления света, здесь это вода, монетка появляется. Изображения монетки или небоскребов словно подняты из-за бугра. Но индекс рефракции колеблется в пределах 5-6%. Немного. Поэтому рефракция или линзирование не способны сделать здания видимыми вплоть до фундамента. Все выглядит пока логично и вполне наукообразно. Думаю, пока что фундаменты ни одной из реальностей не потревожен. Ибо чтобы не представляли на суд коллеги адвокатов двух миров, и те и другие выходят со своими вполне резонными аргументами. Но я все же покажу вам еще одну фотографию. Сделана она тем же автором, что и предыдущая. И выложена на сайте «За пределами горизонта», где народ выкладывает подобные примеры дистанционной фотографии. Представляет собой эта фотография своеобразный мировой рекорд по дальности фотографирования объектов. Сделан он при помощи фотоаппарата с 1200 мм интегрированным зумом. На этой фотографии видна вершина горы, расположенная на расстоянии 443 км во Франции. Ссылка на сайт и сайт фотографа в описании к ролику. Насладитесь видами и проведите расчеты лично, если есть желание. Что и мы сейчас проделаем. И выясним, возможно ли такая фотография в мире, где правит гравитация искривляющая поверхность. Итак, фотография горы Гаспар высотой 3883 метра сделана с вершины горы Фенестолей, возвышающаяся над уровнем моря на 2826 метров. Эти две вершины отделяют друг от друга расстояние в 443 км. Ровно посредине между этими двумя вершинами находится город Галак де Монто. Он расположен в 50 метрах над уровнем моря. Окей, давайте рассчитаем высоту искривления поверхности, которая, судя по фотографии, все-таки позволяет нам видеть настолько отдаленные объекты. На этом рисунке планета представлена в виде окружности. И точки А и Б – это линия в 443 км между горами. Линия эта проходит сквозь Землю. Пусть вас это не смущает, картинка не в масштабе. Нам нужны цифры. Реальная картина перед нашими глазами. Итак, С и Е – это радиус планеты. 6371 км, согласно Википедии. Нам нужно узнать расстояние С – Д. Используя теорему Пифагора, мы приходим к результату в 6367 км, 148 метров. Теперь получаем искомую высоту искривления Земли, которая составит 3852 метра. Добавляем сюда 50 метров возвышенности, на котором расположен город. Итого, выходим на цифру в 3902 метра. Это высота участка, который нам или мешает, или позволяет видеть гору Гаспар. Как мы видим, расчетный бугор планетоида блокирует красоту горы Гаспар. Но мы все-таки ее видим. Давайте выясним, насколько гора Гаспар скрыта сферической поверхностью. На этом рисунке я отнял высоту пика Фенестолей, с которого свела съемка, от высот пика Гаспар и высоты, на которую планета бугрится перед нашим взором. И вот что получилось. Соединяем вершину горы Гаспар с нашими наблюдающими за ней глазами и получаем то, что нашему взгляду приходится проходить сквозь поверхность планеты, вгрызая, словно луч гиперболоида инженера Гаррида, на целые полкилометра в поверхность планеты. Хотя на фотографии мы видим не только вершину наблюдаемой горы Гаспар. Прежде чем закончим расчеты, давайте наши расчеты сравним с тем, что нам предлагает метабанк калькулятор. Расчет бугра сходится с нашими расчетами 3851,6 метра. Но на этом калькуляторе отсутствуют данные по возвышению местности, которые необходимы для ультимативного вычисления. Дроп, то есть падение горы, составит 15 километров, скрытая почти 5 километрами поверхности. Но так как гора почти 4 километра высотой, то у нас получается всего 1147 метров поверхности скрывает вершину горы Гаспар. Если в расчет включить рефракцию, то 5 километров превращаются в 3810 метров, скрывающие поверхности минус высоты горы 3883 метра и ура, мы получаем 73 метра видимой части горы Гаспар. То есть из всего массива мы, согласно всем премудростям науки, можем видеть всего 1,88% горы. Но опять же, глядя на фото, кто-то скажет, так и 73 метра видно. Остальные 3810 метров под поверхностью шароподобной земли. А кому-то, мне в том числе, видится здесь намного больше, чем просто 73 метра. То есть в нашем случае, чтобы то, что мы видим на фотографии попало нам в глаза, рефракции, которая так явно поднимает копеечку с глубин стакана, явно будет не хватать для объяснения таких вот фотографий. Выводы вы сделаете сами, уже взрослые. Кого-то эти фотографии дальних объектов заставят провести собственное исследование, ну а кому-то уже все давно понятно. С самого зарождения теории плоской земли было много попыток смоделировать движение небес над плоской поверхностью. Это дало нам круговую модель плоской земли, квадратную модель, но до сих пор не удалось сделать точную и поддающуюся проверке модель, которая показывает, что на самом деле происходит наверху. Эти наши исследования, моделирования и эксперименты, которые ясно дали нам понять, что все текущие модели ошибочны. Основная причина заключается в том, что все они начинаются с неправильной предпосылки, что тропики образуют реальные пути в физических объектах, таких как Солнце или Луна. У большинства сторонников теории плоской земли также очень мало опыта в астрономии и правильных экспериментах, что привело к огромной куче неправильных предположений и ложных утверждений относительно их обязательств создать рабочую модель плоской земли, а также предвзятости относительно их нынешних убеждений. Чтобы просто показать, что Солнце, например, не является физическим объектом, мы измерили размер диска Солнца, когда он перемещался непосредственно над головой. В результате мы получили Солнце диаметром 64 километра. Это очень маленький объект по сравнению с размером Земли. Если вы используете Солнце такого размера на любой проекции плоской земли, в такие даты как равноденствие, когда почти у всех восход Солнца на 90 градусов к востоку, вы очень скоро признаете тот факт, что большинство азимутальных углов никогда не будут работать с объектом, который настолько близок и мал. Если вы возьмете карту плоской земли и поместите небольшое Солнце на экваторе в день равноденствия и повернетесь в направлении восхода Солнца, то почти на всех широтах Солнца находится прямо к востоку от вашего положения. Если бы вы могли перемещаться с севера на юг в мгновение ока, этот маленький объект оставался бы фиксированным по его азимутальному углу на горизонте, что по правилам геометрии делает невозможным существование Солнца с такими небольшими физическими размерами. Это привело нас к дальнейшему исследованию свойств Солнца и его поведения в небе. Мы сталкивались с множеством ложных утверждений и весьма сомнительных представлений о движении Солнца, Луны и звезд и посчитали своим долгом исправить эти утверждения. Некоторые утверждают, что Солнце движется по прямым линиям, что является неправильным утверждением, как показано на следующих изображениях, что также можно проверить, отслеживая скорость движения Солнца по его азимуту и углу подъема за период в 12 часов. Утверждалось также, что Солнце движется по круговой траектории. Это тоже неверно. Хотя, когда вы видите примеры арктического полуночного Солнца, создается впечатление кругового пути, так как любой наблюдатель вынужден совершать оборот в 360 градусов, чтобы следовать за Солнцем. Но с круговым движением Солнца вы обнаруживаете те же самые проблемы в отношении углов подъема Солнца в любой день года. Гиперболопараболоидальная форма солнечной аналемы это не просто путь Солнца в течение года. Но этот же рисунок в виде восьмерки в небесах обнаруживается в 24 часовом цикле Солнца. Этот паттерн становится очевидным, когда вы наблюдаете Солнце с помощью высокоточных трекеров, таких как Ласмандии, которые отслеживают азимут Солнца и не нуждаются в корректировках, фиксируя Солнце, движущееся со скоростью 15 градусов в час. Картина движения Солнца равна и противоположна по обеим сторонам от экватора, что означает, что этот небольшой объект диаметром 64 км движется по небу при различных наблюдаемых скоростях к северу и югу от экватора. После двух лет исследований и моделирования мы застряли и не могли заставить модель работать, так, чтобы можно было точно смоделировать движение Солнца или любого другого небесного объекта. Мы начали с нуля. Когда вы смотрите на сумеречные лучи, пронизывающие облака над озером или плоскостью, углы лучей приводят в фактический источник света, который во многих случаях находится над облаками. Но мы знаем, что Солнце не над облаками. Мы начали задаваться вопросом, что увидит человек, оглядываясь с другой стороны, и увидит ли он то же самое. Представьте себе сценарий, где вы видите эти лучи над озером. Эти лучи формируют световое пятно на воде. Теперь поместите другого наблюдателя на противоположном берегу озера. Может ли он увидеть эти лучи в этом освещенном месте над водой, как в этой анимации? Давайте сделаем еще один шаг и дадим первому наблюдателю, видящему лучи, длинный шест с зеркалом, прикрепленным на конце. Чтобы он этим зеркалом отразил лучи, освещающие воду наблюдателю с другой стороны озера. Разве он тогда увидит отражение Солнца в этом зеркале? И имейте в виду, что расстояние между берегами всего 40 км. И где должно быть Солнце для наблюдателя с другой стороны? Чтобы сделать лучи с такими углами в 3D-программе, вам понадобится, как мы использовали здесь, локальный источник света. Но на самом деле, когда вы переходите на другую сторону озера и оборачиваетесь, Солнце будет у вас сзади. Ибо невозможно увидеть лучи при первом сценарии или отражение Солнца в зеркале. Поэтому мы пришли к выводу, что эти лучи являются персональными для любого наблюдателя, поскольку, оглядываясь назад, невозможно увидеть то же самое из-за своего положения относительно Солнца. Еще один простой пример. Солнечная или лунная дорожки на морской глади. Вы не можете увидеть дорожку, которую вижу я. Солнечные или лунные дорожки всегда персональные. Теперь, если эти лучи являются личными и не могут быть замечены кем-либо, кроме самого наблюдателя, это указывает, что Солнце является личным или локальной объективной проекцией. Радуга действует так же, как Солнце, будучи только тем, что вы можете увидеть под определенным углом, и вы не можете водить хороводы вокруг радуги, поскольку она всегда будет отдаляться от вас. Вы не увидите противоположную сторону радуги. Радуга – это проекция, а ее источник является Солнцем. Поэтому, если Солнце также является проекцией неизвестного источника, мы можем начать моделировать путь Солнца для каждого наблюдателя на Земле. Мы сделали это, взяв только одну долготу, являющуюся нулевым меридианом UTC на Земле. Вели данные наблюдений за азимутом и углом подъема Солнца и проследили небесный объект для этого конкретного местоположения в течение года для каждой десятой широты к северу и югу от экватора. Мы оставили машину просчитывать траекторию согласно этим данным за период времени в один год. Но модель стала настолько тяжелой, с данными и невероятным количеством линий трассировки, что даже с супермашиной мы не смогли добиться результата. После некоторых проб и ошибок нам наконец удалось получить четкое представление о конечном результате. И даже когда наше Солнце было на равном расстоянии от наблюдателя, фигура, которую начертил двигающийся небесный объект, оказалась близка к траидальной. Нам еще предстоит выяснить, как сделать правильным трехмерный векторинг, чтобы получить все наблюдаемые скорости и изменения в движении Солнца, создавая более точную форму. Но нам уже сейчас стало ясно, что основываясь на исследованиях, проведенным Кеном Уиллером о магнитной голографии, Солнце, которое мы видим, проецируется в электромагнитное поле в небе. Объективное Солнце следует линиям магнитного поля, которая уникальна для каждого местоположения на Земле. Таким образом, реальное Солнце является источником, исходящим из-за так называемого купола, который, вероятно, использует световую поляризацию, проецируемую в электромагнитном поле Земли и рендерится в атмосферу. Не случайно, что все солнечные пути в нашей модели в совокупности создают это поле Тора, и это только версия 1.0. Как только мы узнаем, как использовать трехмерный векторинг для равноудаленных объектов и формулу с углами из наблюдений, мы можем получить истинную трассировку по секундному движению Солнца в линиях магнитного поля. Это поле Тора ни в коем случае не является стационарным полем, поскольку Солнце движется с севера на юг и обратно в течение всего года. Мы анимировали эту флуктуацию поля и получили то, что назвали космическим дыханием плоской Земли. И это показывает, что просто увеличивая силу тока в поле северного полюса, мы получаем смещение поля на юг, и понижая ток, поле снова дрейфует обратно на север. На поле также можно воздействовать внешним источником за пределами Антарктики, вызывая похожие флуктуации. Южная магнитная аномалия у берегов Бразилии является движущейся аномалией, и кто знает, что еще лежит за пределами южных широт, все они могут оказывать влияние на поле. С точки зрения архитектуры локального мира, они также должны выполнять определенную функцию. Если мы анимируем все позиции Солнца в течение года, анимация создает впечатление волны, движущейся вокруг поля, как внешний источник. Сокращение или вытягивание, производимое полем, проецируется в изображение того, что мы воспринимаем как Солнце или Луну. Мы еще не знаем, что, где и как этот внешний источник работает механически, так сказать, но с точки зрения инженера, все, что работает как машина или часы, должно иметь основополагающий принцип и законы физики, чтобы обнаружить его природу. Нам просто нужно выяснить, куда идти дальше и какие эксперименты могут быть выработаны, либо на основе этого, либо на изменение базовой концепции. Поэтому с большой честью мы представляем эту первую, единственную рабочую модель плоской Земли с фактической базой и геометрией. Если идея Солнца, как проекции, не голограммы подчеркиваю, в магнитном поле Земли кажется бредовой или маловероятной, посмотрите на следующие кадры. Это так называемая лунная волна. Это реальное, я подчеркиваю, реальное событие, не имеющее отношения к глюкам аппаратуры. Эту волну фиксируют по всему миру при помощи разной аппаратуры, вплоть до смартфонов, прикрепленных к телескопам. Только на канале УКРОУ-3СЕМЕРКИ этих видео с волной на поверхности Луны накопилось около десятков. Дальше он перестал коллекционировать, так как стало понятно, что это не глюки и не аберрация атмосферы. Более того, со своим видео он обращался в астрономические центры с просьбой разъяснить, чем эта волна может являться. И угадайте, сколько специалистов взялись помочь ему? Один. И тот сказал, что это проблемы аппаратуры. Вот и думайте, после этого есть ли место альтернативному знанию в нашем мире. Альтернативному знанию